В эфире телеканала Бобруськ 360. Итоги недели. В студии Вадим Киреев. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Сейчас коротко о главных темах недели. День рождения промгиганта. Бобруська Громаш отпраздновал 45-летний юбилей. Покажем, как это было. Защита Родины. Священная обязанность любого гражданина. В Бобруське продолжается призывная кампания. Во сколько обойдется квартира в инновационном доме? Расскажем, какими ноу-хау многоэтажка на Горького 41 порадует жильцов. Бобруськ поистине спортивная кузница талантов. Ирина Курочкина принесла очередную медаль мирового уровня в копилку города. В чем заключается формула семейного счастья? Многодетная мама Светлана Гацко знает на это ответ. Двойная победа. Нина Савина установила сразу два рекорда на Минском полумарафоне. Как далась Бобрученке дистанция длиной в 21 километр и 100 метров? Также в итогах недели. Меньше пластика, больше бумаги. Торговые объекты обязали продавать пакеты и посуду из эко-материалов. Расскажем о мерах, которые действуют в других европейских странах. И дроны бьют по ценам. Атака на нефтяные хранилища Саудовской Аравии привела к резкому скачку цен на черное золото. Прицепы и полуприцепы. Измельчители зерна и даже мангалы. Бренд Бобруйска Громаш давно и прочно укрепился на рынке сельхозпродукции. Технику предприятия знают далеко за пределами страны. Почти полвека назад компания начинала с удобрений. А сегодня производит более 80 наименований специализированных машин и приспособлений. Накануне в Бобруйске высадился десант отечественных звезд, чтобы поздравить промгигант 45-летием. Открытку с пожеланиями оставила и Людмила Любимцева. Штамповщик Андрей Котов пришел на Бобруйска Громаш 10 лет назад. Начинал работать здесь простым учеником, а сегодня он специалист высокого класса. Трудится в заготовительном прессовом цехе на станке с программным управлением. Детали для прицепной и сельхозтехники, которые он изготавливает, идут на дальнейшую обработку – сварку, сборку и окраску. Много чего поменялось. То есть появились новые станки, на которых я сейчас работаю. Поначалу было сложно, тоже пришлось отучиться. Как бы я первое время был учеником на больших прессах. А здесь уже как-то и более информатика идет. История предприятия насчитывает 45 лет. За эти годы промгигант испытал и взлеты, и падения. Однако сегодня Бобруйск-Агромаш – одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли города, области и страны, который производит сельхозтехнику. Это более 80 наименований агромашин и приспособлений для заготовки кормов, внесения твердых органических, минеральных удобрений, прицепы, пресс-подборщики и многое другое. За последние годы мы приобрели ряд станков с ЧПУ, это и обрабатывающие центры производства Тайвань, и токарные станки. Приобрели новые листогибы и турецкие, координатно-пробивной станок. Значит, установили 8 установок пластменной резки. Торговую марку завода хорошо знают в странах СНГ, Европы, Азии, Центральной и Южной Америки. К слову, 2019 год оказался для Бобруйска-Громаш прорывным как на рынке внутри страны, так и за её пределами. Значительные объёмы продукции были закуплены хозяйствами Минской, Могилёвской и Гомельской областей. А накануне «Промгигант» получил коммерческое предложение от кубинских партнёров на поставку 240 единиц сельхозтехники. Сумма контракта составляет более 1 миллиона долларов. Темп роста экспорта по итогу года должен составить порядка 116,8%. Отдельно необходимо выделить рынок Российской Федерации, который также сделал упор на технику для энергонасыщенных тракторов. Значительный рост показал рынок Республики Казахстан и Узбекистан. На предприятии трудится более 2000 человек. Из них – 1100 рабочих. Коллектив довольно стабильный. Объёмы производства – около 9 миллионов белорусских рублей ежемесячно, а средняя зарплата по заводу – заветная тысяча. Газорезчик Павел Селивёрстов работает на Бобруйско-Громаш с 2006 года. Вначале был токарем, а затем перешёл на плазменную резку деталей. Мужчина не скрывает – завод даёт ему уверенность в завтрашнем дне. Семь лет здесь, на плазме. С каждым годом что-то улучшается. Условия труда и отношения. Бобруйско-Громаш имеет огромный технический потенциал. Сегодня здесь около 2000 единиц технологического оборудования. Причём производство постоянно модернизируется. Совершенствуются линии, внедряются новые сварочные и окрасочные комплексы. Всё для того, чтобы выпускаемая продукция соответствовала европейским стандартам и успешно конкурировала на европейских и азиатских рынках. В планах руководства не сбавлять темпы, а идти только вперёд. Нами запланированы в долгосрочной перспективе до 2030 года ряд действенных мер. Запланированы проекты, проекты модернизации, в том числе даже и создание производственных мощностей на Орша Огропромаж. То есть реализует Бобруйско-Громаш. Накануне во Дворце искусств отпраздновали день рождения промгиганта. На торжество съехались первые лица области и страны. С юбилеем коллектив управляющий компанией холдинга «Бобруйско-Громаш» поздравил министр промышленности Павел Утюпин. Находясь в постоянном развитии, акционерным обществом ведётся работа по модернизации производства. Реализуются проекты, направленные на внедрение прогрессивных технологий и создание инновационной продукции. Сегодня у руля предприятия стоит молодой руководитель Надежда Лазаревич. Сюда она пришла меньше года назад, но за это короткое время смогла вывести предприятие на чистую прибыль. Мы в этом году на подъёме. У нас в два с половиной раза увеличены объёмы производства. Мы достигли положительной рентабельности продаж. У нас на 20% выросла заработная плата, на 10% темп роста экспорта. Это хорошие показатели. Мы чувствуем потребность в нашей технике и очень дорожим этим. Лучшие сотрудники были отмечены грамотами и денежными премиями за добросовестный многолетний труд и вклад в развитие компании. Поздравить коллектив с юбилеем родного предприятия приехали звёзды белорусской эстрады. Гюнеш, Алёна Ланская, Александр Солодуха, Валерий Дайнека, Анастасия Тихонович, Иван Сданюк. Дорогие друзья, пользуясь случаем, поздравляем весь холдинг «Бобруйск Агромаш» с юбилеем. Так, 45 лет, как там, опять ягодка. Вот это хорошо. Столько же, как минимум, раз пять. Желаем вам удачи, разрастайте всё больше, как говорится, и оставайтесь на позитиве, друзья. Чтобы в каждом городе был филиал холдинга «Бобруйск Агромаш». Дорогие друзья, я, белорусский певец Александр Солодуха, от всей души и чистого сердца поздравляю всех вас с днём рождения, с 45-летием. Желаю вам всем счастья, здоровья, удачи, любви, продвижения только вперёд и вверх. Даёшь «Бобруйский Агромаш». Людмила Любимцева, Максим Галёнко. Итоги недели. В ноябре защитниками Родины станут более 400 бобруйчан. Наши земляки всегда претендуют на места в самых элитных войсках. Перед отправкой в части призывная комиссия подробно изучает каждый пункт досья новобранцев. Особое внимание к медицинской комиссии. О священном долге Максим Кембель. Безопасности ради. В Нижегородской области прошло масштабное учение Беларуси и России «Щит Союза-2019». Экзамен союзных войск проходит раз в два года на территории двух стран по очереди. И вот накануне завершилась активная фаза очередной проверки. Мотострелки, танкисты, артиллерия и авиация, тысячи военных и сотни единиц техники. Армии двух стран показали, что умеют постоять за свою страну. Вооруженные силы союзного государства прошли серьезную проверку боеготовности. И уже можно констатировать, «Щит Союза» готов держать удар. Боевые задачи выполнены успешно. Показатели скорости и точности возросли по сравнению с прошлыми учениями. А взаимодействие между белорусскими и российскими подразделениями на высоте. Все это благодаря обычным парням, которые через сито отбора пришли в армию. И вот теперь настало время новых героев. Очередная призывная кампания стартовала еще в августе. За это время через медицинские кабинеты Бобруйского военкомата прошло более 300 парней. Всего проверят более 800 личных дел. В первую очередь внимание обращают на состояние здоровья, биографию и спортивные разряды. 400, именно столько бобручан, станут в строй вооруженных сил Беларуси этой осенью. Бобручане люди хорошие, они могут себя проявить везде. В любом роде войск. Так что стыдно нашим гражданам не будет за бобручан. Собеседование, регистрационные бланки, медицинские показания. Призывная комиссия подробно изучает каждый пункт досье новобранцев. Именно такой подход позволяет отправить будущих защитников Родины в те воинские формирования, где они смогут проявить себя с наилучшей стороны. Но о географии частей, в которых служат наши земляки, широкая. От Витебска до Бреста и от Могилева до Гродно. Одни охраняют государственную границу, вторые с честью носят голубые береты, третие достойно служат во внутренних войсках. Есть, конечно, люди, которые пытаются кем-то уклониться, но их очень малый процент. По той простой причине сейчас в этом нам планы и помогают работодатели. Они тоже стараются, чтобы человек отслужил в вооруженных силах или в других воинских формированиях. Заинтересованы в стабильном, нормальном сотруднике, который выполнил свой долг перед Родиной и спокойно трудятся во благо экономики предприятия нашего города, нашей республики. Отправка вооруженной силы начнется уже в ноябре. Армия – это настоящий мужской институт, в котором закаляется характер. Все без исключения призывники с пониманием относятся к своему гражданскому долгу. Мои отношения нейтральные. Заберут, пойду, отдам свой долг Родине. Конечно, настоящий мужчина должен служить в армии. Сотни молодых людей уже проходят медицинскую комиссию и настраиваются сменить обычную одежду на форму цвета хаки. Мы спросили у бобручан, а что они думают о испытании мужеством и необходимости службы в армии. Во-первых, познается чувство локтя, ответственность за Родину, ответственность перед семьей. Как мужчина должен всегда чувствовать, что он защитник. Кто-то дисциплинирует, воспитывает, делает их более ответственными, мужественными. То есть формирует мужчину. Ну, для того, чтобы узнать, мужчина это или нет, то есть стать сильнее, ну и чтобы защищать свою Родину. Уже совсем скоро парни отправятся в воинские части. Там их ждет курс молодого бойца, строевая и стрелковая подготовка и долгожданная присяга, после которой вчерашние мальчишки с гордостью станут носить звание защитников Родины. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Навязчивой рекламы станет меньше, а в некоторых случаях она исчезнет вовсе. Чем продиктованы такие условия в традиционном обзоре отечественных новостей? Сейчас, коротко, самые важные, неоднозначные и обсуждаемые заголовки страны. Все к тем не становится парламентская кампания. Продолжается сбор подписей за претендентов на участие в выборах. Сейчас идет работа инициативных групп на улицах и путем поквартирного обхода избирателей. В целом образован 5871 участок для голосования. Из них 46 за рубежом. Отдать свой голос за кандидатом можно будет в воинских частях, больницах и санаториях. Избиркомы будут образованы 2 октября. После этого начнется работа со списками. В регионах предвыборная борьба также стала активнее. Инициативные группы стараются подобрать самое удачное время для пикетов. Обычно это период с 16 до 18 часов. Самые популярные точки у торговых центров и магазинов. Энергоэффективность жилого фонда увеличится более чем на 40%. Поспособствует тому тепловая модернизация многоквартирных домов. Государство поддержит собственников, возместив половину расходов. Остальную часть жильцы оплатят пропорционально доле каждого в общей площади помещений. Доступна рассрочка до 10 лет. Теперь собственники могут подать заявку на утепление. Положительное решение будет принято только в том случае, если за проголосуют две трети жильцов. Всего же тепловой модернизации требует около 16% жилфонда страны. Торговые объекты обязали продавать пакеты и посуду из бумаги. Такое требование содержит постановление Министерства антимонопольного регулирования торговли номер 72. Таким образом, март собирается поэтапно уходить от полиэтилена к экологически безопасным материалам. Теперь покупатели смогут выбирать вид упаковки сами. Одновременно в магазинах станет меньше пластиковых пакетов и посуды. К слову, такие меры уже действуют во многих странах Европы. У белорусов появилась возможность отказаться от рекламы в почтовых ящиках. Это предусмотрено поправками в законы по вопросам рекламы. Для этого надо уведомить рекламодателя о своем нежелании получать листовки. Это можно сделать любым удобным способом. Один из вариантов – разместить на почтовый ящик информирующую наклейку. Также звуковая реклама может исчезнуть из общественного транспорта. Среди других возможных новшеств – снятие ограничения на трансляцию рекламы в детских телепередачах, а также запрета на указание скидок в рекламе лекарств, изделий, медицинского назначения, медтехники и БАД. 19 этажей, 58 метров в высоту и всего один подъезд. В центре Бобруйска по улице Горького строится самый высокий дом. Эта свечка будет в разы отличаться от остальных многоэтажек. Во-первых, тем, что строится она из панелей КПД, а не монолита. Это существенно удешевляет проект и, соответственно, квадратные метры будущих квартир. Во-вторых, применение современных материалов сделает высотку одной из самых теплых и энергоэффективных. О преимуществах уникального дома Мария Бересневич. 132 квартиры, один подъезд и целых 19 этажей. Такой проект высотки реализуется в нашем городе впервые. До этого его успешно воплотили в таких крупных городах, как Минск и Гомель. Сейчас стройка на Горького 41 в самом разгаре уже возвели 7 этажей. Кстати, главная фишка нового дома в том, что делают его не из привычного монолита, а из панелей КПД. Плюс сборных монолитных железобетонных перекрытий. Каждая из комнат имеет цельную плиту перекрытия, которая позволяет добиться ровных потолков без стыков и перепадов. Наружные и внутренние стеновые панели имеют заводскую готовность под оклейку обоями. Места в санузлах и кухнях имеют готовность под керамическую плитку. Уникальный дом отличается и безбарьерной средой. Еще здесь будут установлены сразу два лифта – пассажирские на 400 килограммов и грузовые на тонну. Запланировано и сплошное остекление лоджии. Панорама из них впечатляющая. Главное, что свечка будет недорогой и надежной. Дом запроектирован на высокой энергоэффективности. У него утолщенные наружные стены. Также для энергоэффективности он будет обеспечен отдельными учетами тепла на каждом этаже для каждой квартиры. Значит, счетчики будут установлены в местах общего пользования. Так же, как и обычно счетчики электроэнергии, так же будут установлены счетчики тепла. Новая супервысотка расположилась в центре города. Здесь, помимо шикарного вида из окон, вся инфраструктура в шаговой доступности – школы, детские сады и магазины. Кроме того, 19-этажка отличается архитектурой и современной планировкой. У будущих жильцов даже есть возможность устройства двухуровневой квартиры. И это далеко не все плюсы. В данной конструкции дома предоставлено на каждом этаже помещение общего пользования в виде велосипедной либо колясочной. Обратим внимание, что помещение имеет 10 квадратных метров и эксплуатируется одним этажом. Современная детская площадка, парковка на 44 места, разноцветная плитка и минимум асфальта. Новая свечка на Горького обещает стать самой продвинутой панелькой. Высотки заработают и видеокамеры, которые 24 часа в сутки будут фиксировать круговой обзор возле дома. Квадратный метр в инновационной застройке обойдется в 1100 рублей. То есть за однушку в 47 квадратов придется выложить около 25 тысяч долларов США в эквиваленте. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Никого ближе мамы не бывает. Дети эту истину знают давно и благодарят своих родительниц успехами в школе, хорошим поведением и уважением к старшим. Но не только младшее поколение может выразить свое почтение. Государство не оставляет в стороне женщин, родивших и воспитавших пять и более детей. Накануне двух бобруйчанок наградили Орденом Матери. О бессонных ночах, потрепанных нервах и самом дорогом любви ее детей нашей съемочной группе рассказала одна из многодетных матерей. Светлана Гацко о большой семье мечтала всегда. Сама она из многодетных. С будущим супругом Сергеем познакомилась еще в 12 лет. Дружили одной компании. Как сейчас понимает, это была судьба. По прошествии времени они поженились. Сперва у них появилось трое сыновей, а затем родились и две дочери. Сегодня Светлана в декретном отпуске. Ухаживает за полуторагодовалой Машей. Я рада, что так получилось, что у нас семья такая большая. Зато, когда большая семья, она как бы и дружнее, и сильнее, покрепче, я имею в виду. У нас доверие в семье, за мои понимания. Недавно в Бобручанка стал обладательницей Ордена Матери за рождение и воспитание пятерых детей. Соответствующий указ подписал президент страны. Награду Светлане вручили в торжественной обстановке в администрации Первомайского района. Для всей семьи это был радостный и волнительный момент. Супруг Сергей отмечает, у него даже перехватило дух. Молодец. Она что, воспитала детей? Правда, не без помощи моей, но она больше с ними находится, я большую часть на работе стараюсь заработать для них. Старший сын семейства Гацко сейчас в армии. Средний учится на сварщиках в механико-технологическом колледже, а младший в школе. Все они гордятся своей мамой и стремятся ей помогать во всём. Город, что маме дали. И не то, что даже приятно маме, что она получила. Всей семье приятно, что мама с медалью. Помогаю, по дому что-то надо сделать, всегда помогаю. Папы нету, но, например, могу что-нибудь починить. По профессии Светлана – помощник повра. Её муж – водитель скорой. На скромную зарплату приобрести жильё супруги не могли долгое время. Скитались по съёмному. Но восемь лет назад, когда детей было трое, семья всё же смогла перебраться в просторную квартиру по бульвару Приберезенскому. Не без помощи государства. Сегодня они тоже рассчитывают на поддержку. На расширение подали. Вот должны. Ну, уже с общей идёй собираем документы. Будем строить здесь строителей 100. Квартиру двухкомнатную. Светлана Гацко уверена, в Беларуси есть все условия для создания большой семьи. Но пока о пополнении в своей не думает. Сегодня она в числе 114 обладательниц Ордена Матери в Бавруйске. Людмила Любимства, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Понаехали. Голландская столица буквально изнывает от наплыва туристов. Местным жителям мешают шумные компании, мусор и огромное количество людей в центре города. Но молчать они не стали и проблему решили. Далее коротко о самых громких и заметных мировых новостях. На 51 миллион увеличилось число переселенцев в мире. По информации ООН, сегодня считаются мигрантами около 272 миллионов человек. Наибольшее количество беженцев находится в Европе – 82 миллиона. Более 50 проживают в США. Россия занимает четвертое место в списке привлекательных стран. Там их насчитывается около 12 миллионов. Международные мигранты составляют 3,5% от населения планеты. Во Франции тем временем пытаются уменьшить поток мигрантов в Великобританию. Полиция расселила лагерь нелегалов, которые хотели попасть в королевство через Ла-Манш. В палатках проживали около тысячи человек. Выдворить их решили после многочисленных жалоб местных жителей. Атака дронов на нефтяные хранилища Саудовской Аравии привело к резкому скачку цен на черное золото. Это произошло сразу при открытии азиатской сессии. Цена смеси Brent взлетела на 19% с 60 за баррель до 72 долларов за бочку. Это рекордный внутридневной рост за последние 30 лет. В Шанхае торги нефтяными фьючерсами и вовсе были остановлены из-за превышения лимита. Нападение также привело к сокращению Саудовской Аравии добычи черного золота вдвое на 5,7 миллионов баррелей в сутки. Это около 5% мирового предложения. Его запасов хватит еще примерно на месяц. Однако при надобности согласился помочь и Дональд Трамп. Амстердам страдает от избытка туристов. За год столицу Нидерландов посетило 17 миллионов человек. Жилья хватает не всегда. Решение проблемы нашли. На центральном вокзале путешественникам рекомендуют отправиться в прибрежный город Гаага. Бесплатно. Населенные пункты договорились об этом на три года. Тем временем путешествовать в Ригу станет дороже. Власти вводят пошлину для туристов. С 2021 года гостям нужно будет заплатить 1 евро в день. Деньги пойдут на развитие столицы и ее рекламу. Такие пошлины существуют во многих городах. Например, в Берлине, Венеции или Риме. А в Бразилии очередной штат запросил помощи военных для борьбы с пожарами в Амазонии. В этот раз огонь вспыхнул в районе популярного курорта в северной части страны. Пламя бушует неподалеку от одного из самых красивых, по мнению путешественников, пресноводных пляжей планеты. И виной всему, как стало известно, умышленный поджог. Пожар усиливается и справиться только силами. Спасателей местных жителей не удается, а потому просят направить авиатехнику и дополнительные отряды военных. К слову, за 8 месяцев этого года пламя уничтожило более 4 миллионов гектаров лесов Амазонии. Теперь к новостям спорта. Чемпионат мира по борьбе, который сейчас проходит в столице Казахстана, Нур-Султане, доказал Бобруйск – спортивная кузница талантов. Воспитанница училища Олимпийского резерва Ирина Курочкина взяла бронзу и получила олимпийскую путевку. Один из лидеров национальной сборной подтвердила свой класс и хорошую спортивную форму. В схватке за третье место среди женщин в весовой категории до 57 килограммов Курочкина не оставила шансов представительнице Польши. Победила со счетом 4-0. Вместе с бронзой мирового первенства белорусская завоевала лицензию на Олимпийские игры 2020 в Токио. А сейчас еще об одной претендентке на Олимпийские игры. Пятый минский полумарафон в конце прошлой недели собрал более 40 тысяч человек на старте у Дворца спорта. Победительницей забега на дистанции 21 километр и 100 метров стала опять же воспитанница Бобруйского училища Олимпийского резерва Нина Савина. Наша легкоатлетка превзошла достижение, которое ранее принадлежало Шелии Еротич из Кении. Результатов реканки на 38 секунд больше. Более того, Савина установила не только рекорд трассы, но и свой личный. Нам удалось встретиться с новой звездой Минского полумарафона. Своими впечатлениями и планами спортсменка поделилась с нашей съемочной группой. Двойная победа Минский полумарафон 2019 для бегуней Нины Савиной стал судьбоносным. Воспитанница Бобруйского училища Олимпийского резерва на дистанции 21 километр и 100 метров установила сразу два рекорда – личный и трассы. Преодолела маршрут за 1 час 11 минут и 24 секунды. Очень хорошее время. Нина Савина показывает. Молодчина. Поздравляем Нину Савину с первым местом. Мы не встаем восхищаться телократичности Минского полумарафона. Нина Савина обошла соперниц из Эфиопии. Они расположились на второй и третьей строчках. Прибежали позже белорусские на 38 и 54 секунды. Сам же пятый Минский полумарафон в этом году собрал более 40 тысяч участников из 59 стран мира. А призовой фонд соревнований составил 60 тысяч долларов. Тренер Альбек Салсанов восхищается новой победой своей воспитанницы. За мою 40-летнюю жизнь в спорте – это у меня третий ученик, который на Олимпийские игры попал. Тогда был в 1996 году в Атланте. Галушка участвовала, Наталья Григорьевна, и Андрей Гордеев участвовал в Пекине. А вот она претендует на Японию, на Токио 2020. Спортсмены соревновались сразу на нескольких дистанциях. На самой короткой, к слову, отмечен самый массовый старт за всю историю состязаний. 5,5 километров решили пробежать 25 тысяч человек. На следующий день после утренней тренировки в своем плотном графике Нина Савина нашла время, чтобы поделиться эмоциями с телеканалом «Бабруйск-360». До этого я устанавливала тут же на этой трассе, но это было уже в далеком 2016 году, поэтому я очень счастлива и очень рада. Я считаю, что трасса одна из самых сложнейших у нас в Минске, считается. Я думаю, она очень силовая, там очень много подъемов, и к этой трассе просто так ее не возьмешь. Маршрут участников пролегал через проспекты победителей независимости Машерова, улицы Володарского, Маркса, Энгельса, Коммунистическую, Куйбышева, Богдановича, Янки Купалы, площади независимости и победы. Призовые Нина Савина получила в размере 6 тысяч рублей. Кстати, Минский полумарафон легкоатлетка считает одним из сильнейших стартов в своей 12-летней карьере. Говорит, слагаемый успехов в трех составляющих – она, тренер и соблюдение режима. Утром тренировка, обед по расписанию, восстановление, массаж нужно сходить быстро, а сон – это самое главное восстановление. Я без этого не могу, это мне нужно, в первую очередь. Вторая тренировка, еще и ужин три готовь, то есть, в общем, весь день занят. От 450 до 550. Именно такой километраж ежемесячно пробегает Нина Савина. Сейчас спортсменка участвует в чемпионате мира по кроссу. Среди полицейских он проходит в Милане. Сотрудница УВД Бобруйского госполкома – единственная, кто попал в сборную Беларуси из нашего города. Вместе с ней, честь Синёкой в Италии отстаивают еще пять человек из Гродно. Желаем мне непокорения новых дистанций. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами был Вадим Киреев. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей трудовой недели. Субтитры создавал DimaTorzok